здравствуйте друзья сегодня в выпуске новостей от приан арендные конфликты в турции и эмиратах итоги вебинара камбоджи проект о северном кипре начнем с турции пару недель назад мы рассказывали о многочисленных судебных разбирательствах связанных с арендой обычно долгосрочный все понятно цены и инфляция в стране растут ставки по закону можно поднимать не более чем на 25 процентов причем в лирах собственники стараются расторгнуть невыгодные договора арендаторы возражают судебные процессы поскольку дел становится все больше могут длиться многие месяцы а то и годы и вот с сентября в стране вводится обязательное посредничество в спорах связанных с арендой как это должно происходить хотя бы в общих чертах стороны теперь должны будут сначала обращаться в специальные офисы при судах или нанимать юридического представителя такой человек за деньги будет пытаться примирить собственника и арендатора согласовав с обеими сторонами приемлемое решение но уж если он посредник не поможет по прошествии месяца можно инициировать собственно судебное разбирательство посредники это не новый институт для турции такая практика существует давно но в арендной сфере она как обязательная будет применяться только вот сейчас как она будет работать с осенью на практике пока неизвестно посмотрим проблема отношений арендаторов и арендодателей она конечно не только турецкая на неделе из другого центра нашего внимания из дубая пришла вот точно такая же новость расчет число судебных споров и тоже причина резкий рост цен на недвижимость начиная с ковида выросшие аппетиты собственников и участившиеся случаи выселения и последующие судебные иски чаще от жильцов в некоторых случаях ставки вырастали на 50 процентов при том что больше чем на 20 увеличивать их нельзя без согласия арендатора по закону это 20 процентов по местным правилам это максимально возможное повышение в том случае если арендатор платил уж совсем мало скажем на 40 процентов и более ниже среднерыночных показателей а показатели эти есть свободном доступе на сайте земельного департамента дубая хорошо еще но для собственника что цены то здесь меняются в куда более стабильных дирхамах но все равно мы убеждаемся что аренда за границей сейчас это не просто для обеих сторон и совпадение ожиданий и реальности на динамично меняющихся рынках не всегда возможно будьте внимательно и настраивайте себя соответственно теперь капля статистики не самый свежий но весьма показательные это изменение цен в странах от night franc цифры концу первого квартала причем без учета инфляции в местных валютах с первым местом все понятно популярная у нас турция второе не популярная у нас северная македония а дальше со знаком плюс балканы и восточная европа хорватия венгрия литва греция дьявол как всегда в деталях скажем венгрии за год цены выросли существенно за последние три месяца даже упали а теперь на экране еще несколько стан где цены снижаются тут германия и северные государства европы чем как я и сказал ничего особенно нового вебинар о недвижимости в странах юго-восточной азии с экспертами компании с от без раша мы провели в конце августа помимо традиционных направлений это таиланд и индонезия точнее хукет и бали поговорили о направлении абсолютно нового камбоджа камбоджа рынок новый не только для россиян он в принципе новый и развитым его не назовешь главный продукт здесь сейчас апартаменты в высотных на несколько десятков этажей зданиях причем буквально пару лет назад таких зданий в стране просто не было строят эти проекты китайские компании поскольку рынок молот эксперты советуют выбирать из проектов уже на финальной стадии строительства или даже построенных из интересного цены в стране долларов и причем это относится не только к недвижимости вся экономика заточена на доллар но если инвестировать то и доход можно получать в американской валюте что интересно порог входа около 70 тысяч американских долларов есть схемы с гарантированной доходностью есть программа обратного выкупа цифры приближаются даже к десяти процентам что для только зарождающегося рынка впрочем не космос собственно недвижимость камбоджа это скорее про доход чем про иммиграцию страна не так развита чем соседи тот же таиланд здесь нет ну или почти нет скажем мировых вузов или известных частных школ соответственно детям дать серьезное образование в камбодже трудно и поэтому во многом и жить тут готовы немногие самое главное сделки с гражданами россии проходят и через неподсанкционные банки правда их у нас все меньше или через счета в дружественных странах после покупки не трудно открыть счет в местном банке а для завершения сделки один раз камбодже побывать привез в любом случае то есть это не целиком удаленная процедура в описании к ролику ссылка на вебинар кому интересно послушайте и в заключении несколько слов о нашем новом проекте это видеопроект всего будут четыре сюжета совместно с компанией май алания мы рассказываем о недвижимости северного кипра но в первой части знакомства мы поделились впечатлениями даже не о рынке а скорее об укладе жизни в этой части острова северный кипр как известно государство не признанное точнее частично признанное но только турции и поэтому естественно влияние турции здесь заметно можно сказать она огромна но есть и другое ощущение да здесь много всего турецкого но и не турецкого немало в архитектуре в товарах привозится много британских и вообще в укладе жизни не все можно объяснить словами поэтому вот тут точно посмотрите сюжет картинка всяко будет нагляднее а что касается недвижимости здесь много свободного места и в некоторых частях острова строят просто гиперактивно на холмах это выглядит исключительно красиво изящно спускающиеся к морю малоэтажные здания а вот когда на пустынных участках на ровном точнее ну на равнинном месте на пустыре из ничего возникают многоэтажки такая картина получается даже несколько странный в общем наш взгляд в чем-то критический в чем-то эмоциональный в чем-то восторженный на страницах нашего канала в youtube и в комментариях к ролику и кстати 14 сентября мы будем проводить вебинар по северному кипру все подробности там же ну а я на этом прощаюсь прощаюсь на две недели командировка куда расскажу по прибытии всем мира и безопасности подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и будьте здоровы и